АПЛОДИСМЕНТЫ Я в Европе на конференции. А нужный файл остался в домашнем компьютере. Где? В... Может, само рассоснется. Чтоб ты мне был здоров. Алло. Мама, не бросай трубку. Я буду тебе помогать. А, будешь помогать, да? Будешь помогать, значит, валерьянка понадобится. Мамочка, для начала нужно включить компьютер. А, включить, да. Ну и валидол тут на месте. Мама, не переживай так сильно. Там ничего сложного. Я бы и сам это все сделал. Но у меня не открыт удаленный доступ. И мой IP не коннектится через прокси-сервер. Сыночка, а с кем ты сейчас разговаривал? С тобой, а что? Ты опять начал курить эту дрянь? Нет, мам, давай откроем компьютер. Господи, легко сказать. Откроем. Как его открыть? Там надо крышечку потянуть. Крышечку потянуть. Крышечку потянуть, сына. Когда ты тянешь крышечку, она... ...скрипит. Нет, она не должна скрипеть, мам. С другой стороны потяни. Ой, все, все открыла. Открыла, молодец. Теперь надо его включить. Там специальная кнопочка такая. Жень, тут кнопок до хрена. Мама, твоя кнопочка без надписей. А, без надписи, да? Нажала? Не включается, Жень. Это пробел, мам. Твоя кнопка справа вверху. Справа вверху. Включаю. О, Жень, включился. Умничка, мам. Смотри, на рабочем столе лежит папка, видишь? Пожи, лежит папка. Так, открыла? Открыла. Так, хорошо? Да. В ней файл. Файл. Жень, только он пустой. Как пустой? Там же отчет с декабрь должен быть. Жень, а он пустой. Я взяла папку на столе, а там файл пустой, все. А, фух, на столе. Мамочка, посмотри в компьютер. Видишь такие желтые значки? Они называются папки. Вот какие папки ты видишь? Я вижу одну папку 3 икса, а другую работу. Тебе нужна работа. Это мне нужна работа, Жень. Я на пенсии, дай мне пожить спокойно. Мама, папка, работа, открой ее. Как ее открыть? Видишь на столе мышь? Женя, ты все-таки куришь. Мама, такая штучка со шнурком таким. Это называется мышка. А на экране стрелочка. Подергай мышкой, и стрелочка дергаться будет. Подергай мышкой. Подергай. Женя, ничего не дергается, кроме меня. Наверное, компьютер не видит мышь. Ты скотина за 10 тысяч, ты думаешь, не видишь? Хорошо, мамочка, давай так. Бери мышку в правую руку и тяни ее в правый верхний угол. Тяни ее. Женя, я дотянула ее. Дотянула? Стрелочка двигалась? Нет. Мама, а хвостик мышки, он включен в компьютер? Нет, Женечка. Его нужно включить в USB. Женя, я не знаю, что такое USB, я кладу трубку. Мама, извини, не буду усложнять. Смотри, под кнопочками есть прямоугольничек. Вижу прямоугольничек. Женя, давай все остальное завтра. Мама, дальше легче. Видишь мой компьютер? Женя, ты меня, наверное, за дуру считаешь, я перед ним сижу. Мамочка, нет. В моем компьютере есть мой компьютер. А ты, парень, куришь такой. Мама, значок компьютера, видишь? Мышкой на него наведи. Наведи на него мышкой и два раза клацни. Клацнула? Не получается. Не получается. С первого раза ни у кого не получается. Нажми много раз. О, Жень, что-то открылось. Открылось, читай. Форматировать жесткий. Нет. Ничего не нажимай. Я ничего не нажимаю, Женя. Ничего не трогай. Я ничего не буду трогать вообще. Ничего. Дышим, дышим, дышим. Откопалась. Откопалась. Откопались. Нажми на крестик. Господи, прости меня за все. Мама, ты нажала на крестик? Женя, я уже и на крестик нажала. Я уже и перекрестилась. Можешь мне молитву какую прочитать. Ой, здравствуй, дочка. Все, 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 все. Тут мама, мама. Мама приехала. Бабушка. Все, 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 я заканчиваю разговор. Не, 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 дай бабушке трубку. Твой внук. Алло. Алло, баба, привет. Привет, внучара. Бабушка, ты приехала? Ну, конечно, приехала. А ты что, на мой инстаграм не подписан, что ли? Я же эту геолокацию включила. Нет, бабушка, не видел. Ага. Кстати, слушай, внучарки, ты на одноклассники мне больше не пиши. Удалилась я оттуда, Ва. А почему? Одноклассники закончились. АПЛОДИСМЕНТЫ Что хотела, а? Баб, мне надо файл с компьютера передать. А, а тебе как, помыло ли в скайпе лучше? Как удобно. Ну, лучше помыло, конечно. Баб, тогда пару джипегов с презентацией заверни в архив. Слушай, давайте я просто удаленный доступ открою, сам ковыряйся. Супер, давай. Ага, сейчас, секундочку, секундочку. Открыто. Спасибо. Ага, давай, внучар, пока. Мама, как ты со всем этим разобралась? Доченька моя, я с субсидиями разобралась. А это вообще лихотня! Я стояла тут! Я тебе казала, я стояла тут! Та пошел ты! Ух ты! Ничего особи! Хата, як у нашего прокурора. А это что, мужчина, бывший ДК? Это мой дворец. Ооо, я и не знала, что на шаурме так подняться можно. Женщина, а вы кто? Ой, какая некультурная женщина. Извините, не представилася. Марина Францевна. А для вас, Роксолана, ваша новая жена. Давай, краба. А, от ныння в кроваті ми не емо. Ти поняв? Молодец. Будем їсти на кухні на столе, а то якось не по-християнски. Я мусульманин. А, ти мусульманин, ми це быстро исправим. Що тут душновато у вас тут? Кондиционера нема, чи шо? Економишь на електроэнергії. Салам. Воистину, салам. Ой, точно. Засало забула, господи. Господи. Сама закруточки робила, все робила. Угощайтеся, пожалуйста, угощайтеся. Я звенину не ем. А шо такое? Поджелудочна беспокоїть? А це хто? Є внух. Хто нах? Он мой слуга. А, слуга, да? Ой, слуга. Готовся в заграничную командировку поїдеш в Житомир. У мене там тридцять соток огорода, надо перекопать на зиму. Сотка? Ти, дурика, не включай. Пошли со мной. Вставай тут. Махай. Щоб продукты не пропали. Ой, извините. Международний разговор. Алло, Галя, привет. Галя, сядь, бо ти зара впадеш. Ні, субсидію не оформила. Это нереально. Галя, я в Дубаїх. Ну, не Межигор'я, конечно. Но тоже красиво. Галь, ну ти представь, що в Житомирі нашли нефть. Ну, діето так. А, чого я си не приперлася, да? Ну, во-первых, тут нема топительного сезона. А во-вторых, ти ж знаеш, я мечтала всю жисть вийти замуж за шейха. Галя, в Житомирі шейхів нема. Галя, тві Арсен не шейха, лох. Ти поняла? Женщина. Ой, Галя, вибач. Мій новий муж мене требує. Да-да-да, може і по цьому вопросу. Я тобі перезвоню. Женщина, я не збираюсь жениться на вас. Я уже женат. Так і я замужем. Пока. Так що у нас с тобою счет один-один, нічья. А ні, 5-1 не в мою пользу. Слухай, ти, у тебе арафатка не трісне. Это на каждый день? Нічо собі. У нас мужики тиждень можуть носить носки, а у нього женщина на каждый день. А чо це вони оці всі в чорному, замотані в якісь тряпки? У вас шо, вірус якийсь, карантин чи шо? Це паранджа. Женщина об'язана закривати ліце і тіло. Ага. Ну хорошо, шо я оцею тряпочкою я якось ліце закрию. А оце куди я діну, а? Для кого мама квіточку ростила. Паранджа – це об'язательно. Женщина паранджу знімається в одному злічі, ну, ви розумієте, і то не завжди. Хе-хе-хе-хе-хе. Слухай, Аладдін. Твого джіна із кувшіна я і без паранджі достану. Я така. Не треба спасіба. Мені для цього хватає моїх п'ять жон. А ти подумай, своєю головою. На шо тобі п'ять жон, якщо в тебе буде п'ять в одній. Ну, во-перех, мені їх легче буде прокормити. А во-вторых, вони все вместе в одне время роблять різні дела. Одна кушать, готовить. Вторя – убирать. Третья – стирать. Ну, і дві. Для плоских утех. Ага. Нічого, я якось цей тісний графік втіснусь. Так шо, давай на їм паспорта, давай. Ну шо, дівки, прошла любовь, завяли фінш. Дівки, я починаю процес дегарематизація. Женщина, я принць Абдулла ібназіст, і я не дозволю, щоб в моєм домі командовала женщина. Ой, слушай, Андрій Азизович. Я б тобі не споветовала починать семейну жисть драки. Потому шо вона може закончиться, едва начавшись. Гонял? Ми не віддадим нашого господина. Ой, а відкуде це звук? Отсюда. Ти хоч руху підніми, щоб я могла її зламати. А ти, навірно, понедельник шо така страшненька, як тюмна ночь. Я, взагалі, главна жена господина. А ти шо із жалості взяв, да? Я, любіма жена господина. А казав, шо не п'єш. Я лучшою всіх танцую танець живота. Тобі нравиться танець живота? Ну так вот, сьогодні тебе жде зажигательна дискотека. Я, извиняюсь, не і мед, а подружки. Галя! Галя, я попала в бордель. Ні, слухай, в гарем по-їхньому. Ти шо не знаєш, що це таке? Галя, це те ж саме, що на нашій житомирській трикотажній фабриці. Коліків, правда, маленький. Но всі теж з начальником сплять. Галя, я тобі чесно говорю, зараховуються в трудовий стаж. Галя, Галя, я тебе не чую, Галя! Марина, я вже тут! Мєтеорит! Житомир, Житомир! О-о-о! Молодець! А це, а це хто таке? Як це хто? Це неділя. Так сказати, тиждень в зборі. А це хто таке? Я Емір. Емір, труд май, слухай. Піди зроби мені шаурму іксель. І двохлітрову колу. Бо я на ма улетіла, ти знаєш, як вони кормляться. Ви знаєте, з кем ви розговарюєте? Я принц Абдулла Ібн Азіз. Шо? Галя, це начальник гарема. А-а-а-а. Це з ним треба Ібн. Ми не отдадім нашого господина. Галадін, це твоя, Жасмін? Слухай, Жасмін, ще раз щось таке ляпнеш, я тобі ламку натру. Дівки, дівки, да не переживайте ви так. Ми вас пристроїм. У мене ж було п'ять мужей. Галя, докажи. Так от, у тебе буде п'ющий. Тебе буде лушперити, так? Будеш синя ходити. У тебе в сексі буде, о-о-о-о, нікакой. А ти три роки будеш носити передач. Зато тобі повізло. Так сказати джекпот. Почім? Бо ти вдова. Так, ну все, дівчата. Давайте, збирайте манатки і дуйте, дуйте, дуйте звідси, ля. Дуйте в Житомир. Оце природний баланс. Якщо дві красуні їдуть з Житомира, тоді повинні повернутися мінімум п'ять страшненьких. Тож ми зараз з Мариною будемо ням-ням. Да-да. А потім за міром будемо ібн-ибн. А я? Марино, ну хочеш, можемо на троих! Сыночка, а что ти делаєш? Презентацію в Пауэрпойнте. Осталось пару слайдів і можна заливати для вебинара. Значить, нічого. Значить, на прошлой неделе мама тебе пирог испекла, помниш? Ага. А на этой буде кексики печь. Ага. А ще я приготовила тебе твой борщик, любимий зелененький. Спасибо. А щас пойду поприбираюсь у тебя в комнате. Мама, що ти хочеш? Ну ты же занят. Ну говори уже, ма. Сыночка, а ти можеш мене зарегистрировать в этом? В чём? Ну, там, где тетя Галя зарегистрирована. В Минске? Ну не в Минске, в этом своєм, в компьютере. А, мам, в компьютере не надо регистрироваться. А тетю Галю, её дочка, зарегистрировала. Может, в интернете, ма? А, в интернете, да, да, да. Мам, чтобы регистрироваться в интернете, там надо заполнить анкету. Ты готова, я? Да. Ты знаешь, я всё приготовила. Вот, попия диплома. Справка из ЖЭКа, форма 3. Свидетельство о браке. И вот ещё справку о несудимости дали. Мам, это всё не надо. Достаточно просто мыло. А, мне Галка говорила, хозяйственное подойдёт. Мама, мыло — это электронная почта. Без неё я не смогу тебя зарегистрировать. А мама тебя в детский сад регистрировала, в школу регистрировала, на эти курсы твои компьютерные регистрировала. У тебя для собственной матери нет времени. Ладно, мам, хорошо. Я тебя зарегистрирую на свою почту. В какой социальной сети ты бы хотела зарегистрироваться? А их что, две? Мам, их больше десяти. Ну, давай там, где все. На Фейсбуке, что ли? Ну, давай на этом Буке. Хотя что-то мне подсказывает, что все твои в одноклассниках. Не, мы с Галкой одногруппники. Мам, одноклассники — это такая социальная сеть. Вот смотри. Видишь? Здесь надо заполнить анкету. Вот имя, фамилия, буквы. Разбирайся, мне работать надо. Господи, боже мой. Буква М. Сыночка, а где буква А? Возле буквы П. Ага. А буква П где? Возле буквы Р. Ну, что ты все усложняешь, ну? Мама, тут все написано. Учись сама. А мама с тобой алфавит учила. Буква за буквой учила. Ладно, помогу тебе, но только с именем. Смотри. Ма-ри-на. Дальше сама. Сыночка, а можно без фамилии регистрироваться? Нельзя, мама. Ничего не получается. Мам, ты, наверное, пробел не поставила между именем и фамилией? Неси корвалову. Что такое, мама? Я не знаю, где этот той чертов пробел. Мама, пробел это такая кнопка без надписей. Там же просто все, ну. А, о, увидела. Ну, что, я зарегистрировалась? Давай я тебе помогу. Итак, начнем сначала. Дата рождения. А в дате рождения правда писать? Нет, можно не правду. Ну, тогда пиши 9 марта 1987 года. Мам, ты не можешь быть младше меня. Ну, тогда 86-го. И одногодками мы тоже не можем быть. Ну, что ты у себя поменяй. Мам, я не могу у себя уже ничего поменять. А мама тебе пеленки меняла. Ладно, поставлю 87-й. Вот. Здесь надо ввести пароль. Вот буквы, вот цифры. Я отвернусь. А что ты от матери отворачиваешься? Чтоб я не видел твой пароль. А у меня от тебя секретов нет. Ну, вдруг папа захочет сесть за компьютер. А. А сколько цифр должен быть пароль, а? Не меньше восьми. Главное, чтобы папа не догадался. А. Ну, тогда поставь дату свадьбы. Он все равно ни черта не помнит. Ладно, хорошо. Так. Едем дальше. Семейное положение. Тут понятно. А что тебе понятно? Что тебе понятно, а? А в семейном положении что, тоже правду писать? Нет, не обязательно. Тогда напиши. Замужем за Стасом Михайловым. Мать, тебе никто не поверит. Напиши замужем за папой. А папа что будет смотреть страницу? Ну, конечно, если зарегистрируется. Но я надеюсь, ты ему помогать не будешь? Не буду. Ой, хорошо. Так что, какое семейное положение писать? А какие есть? Замужем. В активном поиске. Все сложно. Боже, как тут все сложно. Ой. Сыночка, слушай. Слушай, напиши так. Так. Замужем. Ага. Но в активном поиске. То есть скотины, которая неделю назад пошла на рыбалку и до сих пор не позвонил. Мам, так нельзя написать. Ну, тогда пиши замужем. Хорошо. Ты уже придумала, какую фотографию на аватарку поставишь? О, вот фотографии есть. Мне нравятся. Смотри. Вот мы на свадьбе у тети Гали. Вот. Тетя Галя на свадьбе у нас. А вот мы на море с Галкой. Вот ты маленький-воленький. Грошенький такой. Мама. Фотография должна быть в компьютере. Ну, мне вот это вот больше всего нравится. Показывай, куда тут засунуть компьютер. Куда? Мама. Она должна быть в цифровом виде уже, понимаешь? Если ее не выбрать, будет вот эта оранжевая хрень. Ну, выбери у себя что-нибудь. Да у меня немного. Вот. Ну, вот это прошлогоднее. Тебе нравится? Я, ты и папа. Ну, хорошая фотография. Хорошая. Только папу ты можешь убрать? Могу. Могу. Вот, пожалуйста, убрал. А себя можешь убрать? Извини, конечно. Убрал. А мне килограмм 30 можешь убрать? Мама. Ну, тогда пусть будет вот эта оранжевенькая хрень. Ладно, ладно. Все убрал. Поздравляю, мамочка. Ты зарегистрировалась в Одноклассниках. Спасибо. Тетю Галю, общайся на здоровье. Спасибо. Мама, а что ты делаешь? Еще тетю Галю. Мама, чтобы найти тетю Галю, надо вписать ее имя в строке поиска. Сыночка. А где буква Г? Возле буквы Н. А где буква Н? Возле буквы Е. Ага. А где буква Н? Мам, ты издеваешься? Все, нашла. Но все равно я ничего не вижу, ну. Ты что в строке поиска написала тетя Галя? Ой, давай помогу. Галина, Коновал. Какого она года? Ну, 67-го, как и я. 67-й. Не вижу, мам. Извини, надо закончить. Сыночка, подожди, подожди. А напиши 87-й. 87-й. Вот она. Вот паразитка. Ну, привет. Ой, сейчас посмотрю. Сыночка, а ты знаешь, кто у тети Галя муж? Дядя Петя. Нет. Стас Михайлов. А ты говорил, нельзя. А вот дядя Петя у нее в разном. Ну, давай, давай. Звони, вызывай Галку. Хочу с ней поговорить. То есть, как звони? Мам, это социальная сеть. Тут печатать надо. Звонят в скайпе. Что ж ты мне голову морочил? Я ж просила тебя зарегистрировать меня в этом в скайпе. Мама, мне работать надо. Сыночка, это быстро. Это быстро. Сыночка, быстро. А я тебе борщик, чайку, пирогов. Что угодно? Только зарегистрируй. Ой, господи. Как мне нехорошо. Ой, пить хочу. Пить хочу. Пить хочу. Ой, слава богу, хоть что-нибудь есть? Извини, дорогая. Женя. Женя. Да, Мариночка, да. Женя, ответь мне на два вопроса. Че ты меня боишься? И шо со мной такое? Мариночка, ты вчера напилась. Я так понимаю, шо это ответ на оба вопроса. Вот как же так получилось, а? Я же практически не пила. Мариночка, это я виноват. Это я тебе дал эту конфетку с ликером. Шо там будет с одной конфетки? С одной, может, и ничего. Ну, с двух сколько я их там съела? Пять. Ну, пять, подумаешь. Пять коробок, Марина. Мне же столько сладкого нельзя. А ты не переживай. Ты только первые конфетки так съела. А потом ты раскусывала и шоколад выкидывала. Женька, а я ничего никому лишнего не наговорила? Не наговорила, Мариночка. Слава богу. Ты наделала. А чей это галстук? Это твоего начальника, Николая Петровича. Я так полагаю, шо уже бывшего начальника, да? А где он сам? Выпрыгнул в окно. Да ладно. У нас девятый этаж. Мариночка, обрати внимание, мы не в своей квартире. Ты просто вчера предложила нашим соседям обменяться квартирами. Конечно, свою трешку. Согласились вот так просто поменять на нашу однушку. Сначала нет. Но потом вы так четко все аргументировали, что мы поняли, что это наш единственный выбор. Мы забыли поздороваться. Здравствуйте, уважаемая шальная императрица. Жень, а я шо вчера пела свою любимую песню, а? Шестьдесят семь раз. Шестьдесят восемь. Ну ладно, я понимаю, они поменялись, но диван-то наш. А диван это мы перетащили. Вы сказали, вы без него никуда, потому что у вас там заначка. Так и шкаф у нас. А вы точно не помнили, где именно у вас заначка? А, боже, как неудобно. Женька, получилось ужас какой-то. Вы меня извините, пожалуйста. Все нормально. Женя, ну ты же знаешь, чтобы меня обезвредить, нужно вызвать полицию. Я вызывал, Мариночка. Здравия желаю, гражданка и императрица. А это тоже я? А че ж ты не вызвал подкрепление? Я вызвал, они приехали посмотреть. О-о-о, а зачем они выложили из патрульных машин слово «извините»? Вы просили выложить «извините» за беспокойство, но патрулей не хватило. Ни одна вы вчера празднула. Женька, а что это вот эта коробка? Ой, кто там? Мариночка, это ты пыталась нашего Лешеньку отправить к бабушке в деревню. Лешенька, сынок, с тобой все в порядке. Мамочка, я выучила стихотворение, которое мы с тобой вчера учили. Вот видишь, мать, хоть что-то хорошее сделала. Расскажи, сыночка. Сергей Николаевич Шнуров. На лобутенок. Не надо. А зря вы его остановили. Он вчера с таким выражением рассказывал? Даже с выражением «ми». А потом, Мариночка, ты сделала татуировку. Я? Где? Не здесь. Да ладно. Лешенька, покажи. Не забуду, мать родную. О, мать моя женщина. А эта фраза на второй руке. Это, надеюсь, все? Нет, не все, Мариночка. Сынуля, покажи спинку. Что это такое, Жень? Лес, горы, купола. Это рисунок нашего сына. А, вот вижу, вижу. Смотри, Генлешенька, четвертый Г. А, где солнышко? А, два дерева. Лешенька, сыночек, а мы с тобой больше ни во что не играли. Играли, мамочка, в черный плащ. Бесовская игра. Бесовская. Ух, бесовская. А что в нашей квартире делает батюшка? А ты захотела, чтобы он меня снова покрестил. Что значит снова? К до батюшки раввин приходил. Ой, сыночек, иди в свою комнату. Женя. Мариночка, главное, не иди в ванную. Я тебя прошу, не иди в ванную. Что ты боишься? Марина, пожалуйста. Что ты боишься? Я не поняла. Ладно, идем в ванную. Пожалуйста. В ванную. Пожалуйста. В АПЛОДИСМЕНТЫ Шо в нашей ванной делал медведь? Он тебе надоел. И ты его там закрыла. А как он туда попал? Его вызвал твой зять. Ах, еще зять приходил. Вот какая прелесть. Да, вы с ним играли в твою любимую игру. В какую? В дартс. Зячок, я выиграла. А что было дальше? Вот мне интересно. А дальше, Мариночка, ты дралась. С кем? С кем? Мама моя! Это ж самый сильный человек планеты, люди. Теперь цей титул ваш, императрица. Я боюсь спросить, Жень, что было дальше? Дальше ты позвонила в администрацию президента. Я звонила Петру Алексеевичу. Да. Зачем? Поблагодарить за конфетки. Женя, мне нехорошо. Это была таблеточка, господи. Да, сейчас. Сейчас, секундочку. Нет. Вот. О, конфетка. Не, 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 не. Она же с ликером. Что там будет с одной конфетки? С этого вчера все началось. Дамы и господа, разрешите представить вам мою подругу Виктория Булитко. Вот, Мариш, бери твою гитару. Хорошо. Большое спасибо. О, вот это я понимаю. Дорогие друзья, песня про размер. Да. Про большой и маленький. Эта песня про размер, про большой и маленький. Мне в хрущевке хорошо. А мне тесно в сталинке. Рыц-тыц-тыц. В кухню вхожу боком. На меня всегда большой любой размер купальника. Я всегда беру большой, но он мне сразу маленький. Икс-икс-эс. Какое? Семь-икс-эль. И я мечтаю сделать грудь больше и круглее. Я свою мечтаю сдуть. Тянет слишком шею. Рыц-тыц-тыц. Хотя мною мужикам нравится. Любят наши мужики, чтоб грудь была с ладошку. Ну а в мой бюстгальтер влезет пол ведра картошки. Рыц-тыц-тыц. А если честно, то ведро. В каждой женщине, друзья, быть должна изюминка. Ну а в женщинах, как я, быть должна арбузинка. Рыц-тыц-тыц. В крайнем случае дынька. Мужики меня легко на руках все носят. А меня один поднял, третий день проносит. Рыц-тыц-тыц. Не берите тяжелого в руки. Как зарплата, я мала, та, что минимальная. Как платежка, я расту, та, что коммунальная. Рыц-тыц-тыц. Может, хватит повышать тарифы, а? Мало ем, мало пью, буду я богатой. Тяжело большою быть с маленькой зарплатой. Рыц-тыц-тыц. Повышайте-ка лучше зарплату. Встала девке на весы, вижу, исхудала. А я встала на весы и весы сломала. Хрусь-хрусь-хрусь. Пополам. Постоянно пост держу и не ем мучного. А я тоже пост держу утром у мясного. Рыц-тыц-тыц. Время шашлыков. С верхней полки в поездах я боюсь свалиться. Сам второй люблю смотреть, как внизу не спится. Рыц-тыц-тыц. Ржу не могу. Идеальное авто. Это мини-купер. А мне нравится бэлаз. По размерам супер. Бип-бип-бип. Фа-фа-фа. Я пьянею от вина, лишь понюхав пробку. Все боятся, мужики, когда пью я водку. Рыц-тыц-тыц. Кто не спрятался, я не виновата. Мне большие мужики очень сильно нравятся. А я маленьких люблю, с ними легче справиться. Рыц-тыц-тыц. Но никто никогда не жаловался, честно. Для меня вообще размер у мужчин не важен. Важна только толщина. Что? Толщина бумажника. А, рыц-тыц-тыц. А ты шо уже подумала? А, понятно. Я как книга про любовь, там где секс красивый. Я как война и мир настырный, лишь осилит. Рыц-тыц-тыц. Четыре дома счастья, хлопцы. А надежда есть. Спели песню вам, друзья, вы, ответьте, нравится. Главное ведь не размер, а уменье справиться. Рыц-тыц-тыц. 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 Тыц-пердыц. АПЛОДИСМЕНТЫ АЛЛЯ Галя? Галя, привет. Галь, с домашнего тебе звоню, ага, потому что мобилка накрылась, Nokia моя накрылась, чем накрылась? Галя, если я на нее села, то чем она накрылась? Вот ими накрылась, ага. Короче, Галь, слушай, это же твой, Петро, по-моему, электрик. Хай бы он мою ногу подивился, а поремонтировал, чи шо. Ага, скажи ему, добре? Мама, я дома. Ой, Галь, сынок, пришел по весы на проводе. Мамунечка, привет! Сыночка, привет, сыночка. Привет, это тебе. Ой, спасибо. У тебя же завтра день рождения. Ну, я не смогу быть завтра, у меня завтра командировка. Поэтому подарочек я тебе подарю сегодня. Ага, за цветочки спасибо. А там шо? Мамочка, там то, чего у тебя до сих пор нету, хотя должно было появиться давным-давно. Абонемент в поликлинику. Нет, мам, гораздо круче. Да ты шо? Не может быть? Не может быть телефон винника? Нет? Не настолько круче, конечно. Но ты уже близко. Внук! Мам, какой внук? Там то, чем все уже давным-давно пользуются, кроме тебя. Ага. Подожди. Галя, ты на проводе еще висишь? Галя, скажи, пожалуйста, чем ты таким пользуешься, чем я не пользуюсь? Ёршик в туалет я уже купила. Шутница велика, пока. Мамочка, тут смартфон. Ага. Лучше б ты мне телефон купил, мой накрився. Так, мам, это и есть телефон, только гораздо лучше. Это умный телефон. Понимаешь? Тут есть и телефон, и фотоаппарат, и плеер, и даже телевизор. А холодильника нема? У нас холодильник накрився. Нет, мам, холодильника нет. Но этот телефон может звонить, фотографировать, отправлять почту, заходить в интернет. Ага. А он не может занести мою Нокию в ремонт? Мам, твою Нокию давным-давно пора выбросить. Этот телефон стоит 500 баксов. Ой, сыночка, ты шо? 500 баксов. Давай мы его в магазин занесем, о? Нокию перемотаем изолентою, а на 500 долларов я съезжу в Бердянск. Мам, ты и так поедешь в свой Бердянск, но уже с новеньким смартфоном. Знакомься, твой новый телефон. Добрый день. Дуже приятно, Мария Ивановна, мама Жени. Мам, ты посмотри, какая красота. Ой, правда, яка красива коробка. Шо це за ерунда, весьма. Слухай, я в цей коробці, наверное, высаживать буду рассаду, Женя. Мам, какая рассада? Это и есть смартфон. Смотри. О, якийсь мужик появился. А, это не мужик, это андроид. А, добрый день. Марина Ивановна, мама Жени. Мам, андроид – это операционная система, которая будет управлять твоим телефоном. Ага, значит, мені робить нічого не надо. Вони все за мене зроблять, да? Нет, а как раз ты будешь управлять андроидом. Женечка, ти знаєш, цветов було достаточно. А к цветам еще подарочек. Женечка, це для мене дуже сложно. Мам, тут нічого сложного. Он уже есть у всіх. А, ну, як есть у всіх, то хай у мене полежить, конечно. Мам, только не надо его прятать в сервант. А, ну, тоді не буду. И в кладовку тоже не надо его прятать. Хорошо, хай полежить до завтра. Завтра решим, що з ним робити. Мам, не завтра. Ми будем с ним розбираться прямо сейчас. Я валерьянки візьму. Зачем тебе валерьянка? Ну, это ж не комп'ютер. Ты ж напомнив мені? Я еле пережила. Извини, 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 извини. Извини, извини, извини. Хорошо, Женечка, все. Ты куда звонишь? Скору помощь. Вона зараз дуже довго їде, поэтому заранее. Зачем тебе скорая помощь, мам? Ну, ти ж уже один раз разобралась с комп'ютером. Разберешся і со смартфоном. Мам, тут нічого сложного. Смотри, давай сейчас снімем пленочку. Вот так. Що ти робиш? Ти помниш, як я з пульта зняла пленку, то мене твій батько в цю пленку чуть не закатав. Смотри, какой красивый. Подержи в руках. Господи боже мій. Жень, мені кажеться, що він поломаний якийсь. Чого він поломаний-то? Потому що не світиться. А, екран автоматически виключається. А, слухай. Ой. Ти що робиш? А у мене так з моєю нокою було. Я пару раз стукнула, екран зажегся, і все нормально. Ох, ти целий. Тут не надо стучать. Просто кнопочку нажала, і все. Держи. Баліста, екранчики. Осторожні. Мам, не надо слюнявить палец. А що слюнявить, екран? Да не надо слюнявить, екран. Ты посмотри, какие красивые значочки. Это соціальні сети. Вот Фейсбук, Інстаграм, Твіттер. Женечка, і все, що ти сказав, я знаю тільки соціальні сети. Ну, як тебе объяснить? Це як одноклассники, тільки не запрещені. Регистрируємся? Не-не-не, удали. Удали, покажи, як званить. Ой, тут вообще мільйон способів. Можна званить через Вайбер, Ватсап, Мессенджер, Телеграм. А не, Телеграмы зараз дорого. Покажи, як званить. Ой, вот эта вот зеленая трубочка. Нажимаєш і званиш. Ага, зеленая трубочка, треба запомнить, да я фломастером зараз обведу. Не треба нічого обводити. Давай, лучше лишнее удалю тебе. Удалю. Мамочка, смотри, тут є напомінання. Якщо тебе треба срочне напомнить, важне, говориш, і він тебе напомнит. Ага, є дуже важне. Давай. Запиши. Завтра на дев'ять часов занести Нокію в ремонт. Мама, твоя Нокія устарела, понимаєш? Тут є столько. Наприклад, є платіжна система, називається PayPass. Ти можеш телефоном розплачуватися. Ну і що? Пішла в магазин. Розплатила з телефоном. Пришла і тобі кажу, Женя, купи мені новий телефон за 500 доларів. Мам, ти просто підносиш каці телефон і все, покупка оплачена. Один раз Галка теж так прийшла на привоз, піднісла каці, то її чуть на дурку не забрали. Ось ще інтересне приложення для чистки телефона. Та не треба, я тряпкою. Ось ще є хороше приложення для діети. Ти ж хотіла збросити пару кілограмів? Хотіла, Женя, повір. За 10 минут, що я провела тут з тобою, я похудела на 5 кілограмів аж бігом. Мам, повір, ці всі приложення облегчують тобі життя. Женечка, якщо ти це все здалиш, оце облегчит мені життя. Мам, ну, цей телефон тобі замініть і книгу, і журнал, і газету. Да? А скажи, а можна його так в трубочку скрутити і по мусі так? Трах! Нет. А по батьковій голові бах! Нет, зачем? А ноги її можна було. Так. Берем твою стару карточку. Ага. І... Надо її обрезать. Де обрезать? В синагогі? Да нет, я сам ножницами обрежу. А ти-те-те, ти не обрезай телефон теті Галі і дяді Валі. Хорошо, постараюсь. Так, давай вставляем. Вот. Держи. Я тебе еще умные часы подарю, будешь по ним разговаривать. Сыночка, если твой батько по пьянце с вещами разговаривает, то это не значит, что у тебя мама такая. Мамочка, смотри, тут есть голосовой помощник. Я уже побегу. Смотри, задаешь ему любой вопрос. Чтобы его вызвать, говори «Окей, Гугл». И задаешь любой вопрос. Ага. Хорошо. «Окей, Гугл». Добрый день, Гугл. Я хочу спросить. Мой муж Олег Петрович уже закончил работу 2 часа назад. Вы не знаете, где оно шатается, падло? Я думаю, он не знает. Ты лучше про телефон его что-то спроси. Все, пока. Целую. Пока. Окей, сынок. Окей, Гугл. Дорогой Гугл. Скажи мне, пожалуйста. Як продать смартфон. Поремонтировать Нокию. И все-таки съездить до подружая в Бердянск. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, ой, ой, ой. О, ой, 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 ой. О, ой, ой. О, ой, ой. Алло. Галя. Привет. Як справи? Добре? Ну, добре. А че ти не хочешь спитати, як у мене справи? Ой, не питай, Галя. Галя, я зараз у Пізе. 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 Безде, Галя. Галя, Пізе? Це Італія, Галя. Безде, кажу. А ти де? А конкретніше? Вже? А. То в житомирі чи на роботі? А, у Бердичеві. Я поняла. Галь, скажи, ну мені, шо це ти мені там розказувала про якісь сексуальні робства? Що, типо, у наших девок паспорти забирають? Галя, я клянусь, я тут з тим не сталкивалася. Я вже ходила, узнавала, предлагала. Ноль на маску. Галя, італьяшки такі класні, взагалі. Ти шо, боже, одуванчики. А як і вам? У вас Роман? Ну розказувай, давай. Антоніо, ну, капіско, куанто, твенери, гелла, донна. Антоніо, я не розумію, скільки ми ще будемо терпіти цю жінку у нас вдома? А, сікерека фантокіра ти атис паспорти. Доки вона не поверне нам наші паспорти. А, парке мані Сваровські? Чому на ній мої прикраси Сваровські? А, сі ферка дохчу інтєверо. Вона сказала, що вони її більш пасують. Врешті-решті чоловік зроби щонебудь. Будь ласка, говори тихіше. Ти ж знаєш, що вона не любить, коли її забажають говорити по телефону. А ти ж йому шо? Ну, прямо як в італьянському серіалі, да? А він тобі шо? Нагадай мені, для чого ми її наймали. Кутра патре уніщити лєтто. Аби вона доглядала за твоїм хворим татком, він же лежачий. Не знаю, що вона йому сказала, але в туалет він тепер бігає сам. Галя, я вже все вирішила, я залишусь тут жити. Тут така красота. Капець, кожній виходні я їжу кататися на гондолах. Гондоли. Галя, ли, а не не. Галя. От глух я, ну. Галя, гондоли – це італьянський маршрут. Галя, от шо ти будеш сидіти в тому Житомирі? Приїжджай до мене на море, а? Куди ти зібралась? Ну, ти порівняла. Скадовськ і Пізу. Ти даеш. Ото твій Скадовськ, оця-ця Піза з буквою «Д». Ти поняла? Ой, Галка, слухай. А це ти мені дзвониш, чи я тобі дзвоню? А, це ти мені дзвониш? Боже, я так не хочу, щоб ти наговарювала. Зараз я тобі перезвоню зі своєго домашнього італьянського телефону. До мені на халяву. Вди. Порке ле ле імперато досі італіано? Якщо вона збирається тут жити, чому вона не вчити італійську? А, сіпері, кіта фолі, кіта ту льукраїно. Вона сказала, що нам легче вивчити українську. Я тобі скажу, вона має рацію. Та є так, любий. Л'україна? Сі-сі, о, так, так. Пронто, Галя, це я. Галя, дитератур, я вже говорю по-домашньому. Спокойно розказує. Ну і що? Вибачте, будь ласка, але нам все це набрідло. Шо? Я кажу, нам все це не подобається. Так любить. Галя, подожди. Тут у нас, походу, Майдан. Да, 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 італьянська версія. Прямо у пізі. Жди. Я не поняла, Антош, а шо такое? А де бонжорно сеньора? Де квіти, а? Де реверанс? Де в конце концов от это от? Антонио! Тота же. Маріно Франческівно, Ви пам'ятаєте, навіщо ми вас наймали? Так? Щоб у дому був порядок? Так. А тобі шо, вже не нравиться, як вона прибирає, чи що? Мені! Мені це не подобається, бо це ваша робота! Так, і моя жінка моє рацію. Так, ви! Тота і Кутун'я. Ідіть насюда. Оце шо таке? Договор. В договорі написано. Моє завдання, щоб у домі був порядок. Так. А як я це буду робити? Це моє лічне діло. О, до речі, пройшов тиждень. Ганіті євріки. Та за що вам платити, якщо всю роботу робила я? Так. Галя, я тобі перезвоню. Тут, походу, не Майдан. Тут шатун. Проплачений. Угу. Аби надалі її годувати і утримувати, мені треба влаштувати ще на одну роботу. Прошу, не залишай мене наодинці з нею. Ай, три лавори. Але ти і так працюєш вже на трьох роботах. Е-е-е-е. А чо це ви знов заговорили по-італійськи? Ви шо не знаєте, що свою квоту на рідну мову ви використали ще вчора? Навіщо ви над нами знущаєтесь? Чесно сказати? Тому що ви нам візи не відміняєте. Та ми вам її відкрили і оплатили. Та це я не про вас. Це в Європу в цілому маю на увазі. Бог з ними звизгений. Чому ви спакували всі наші меблі? Так. Я й додом заберу. Ви все одно під новий ріг їх викидаєте з вікна, як подорвани. Ми викидаємо лише старі меблі. А ви спакували всі нові. Шо ти брешеш? Вони ж пошкрябані. Глянь, ну. Це антиквар'я. Так. О, ще один антиквар'я проснувся. Падре, не падре. Привіт, п'яничка. Він не п'яничка, він п'янчензо. Да не кіпішуй, Луческу. Я Францеска, я Францеска, яааа. Кому тік'ямо дьяволого, мама мія, мама мія, мама мія, мама мія, мама мія. Скільки я раз тебе вчила, хреститься треба справа налево, справа налево, справа налево. Ну, от правду люди кажуть, що ти маразматик. Він католик. Ну, католик, не католик, а хреститься треба правильного. Це мій дім і мій телефон. Пронто. Це вас. А кого ж іще? Алло, алло? Шо? Шо? Платіжки прийшли? А у мене скільки? Йоуу. Почекай, Галя. Почекай. Да підійду до попільнички, ну. Галь, а у тебе скільки? А чо так мало? Антоніо, чі не ріді, мія нонна? Антоніо, скажі, що це не попільничка, а прах моєї прабабусі. Повна, ну. В цій хаті ще хтось прибирає, крімі мене. Або жі, Галя. Оце італіанці такі засранці. Що це такі? Будемо вважати, що ми твою прабабусю врешті-решт приховали. Я не можу так більше. Скажи їй, що ти її зверняєш. Ні, я більше не хочу сексу. И сама? Не зрозумела Минулого разу Він почався с цієї фрази Ты с нею спав? Люба, мне не понравилось Подожди, Галя Шо? Ты была не перевершена моя королева Кто-то же А, дарма ты Тамянка ее сваришь Він просто не міг відмовитися Від житомирських ласощів Я Франческа І знаєте що? Іди на геть нашого дома Я не подумаю Я завтра отримую італійське громадянство І буду жити в тебе в хаті Щоб отримати італійське громадянство Треба знати італійську А ви не знаєте Я знаю, як краще тебе Перевір, Антоша Батона Канья Куло Мерда Це все італійські мат'юки Піцца, сеньора Шо він каже? Піцца, сеньора Антоніо, портофіллю, пренді? Антоніо, чому в ней твій гаманець? Секурайка Та-та-та-та-та-та-та-тасса фосесо Вона сказала, що це плата за секс «Искуси, синьора, судьи ременти» «Что он хочет?» «Вин хочет на чай» «Батонна, канья, куло, мерда» «Кацатта, брутто кому на марте дегатто» «Братче, мил куло, брутто вака, тху, кончита» «А, бачиш, мені для спілкування з головою» «До речі, про кухню» «Ви, ви повинні були готувати для нас їжу» «А ви з ресторанів замовляєте собі піцу і стейкі» «Окей, я приготую тобі тоненькі спагетті» «Нє, тільки не спагетті» «Чого ви, італійці, так їх обожнюєте» «Бо ця ваша «мівіна» то не спагетті» «Ти посмотри, хай ми нежні, а» «У нас вся Україна її жире і нічого» «Живі, здорові» «Галя, ти що тут? Ти чула? Ні?» «Ім уже наша «мівіна» не нравиться» «Капець, наглею з кожним ньом» «Галя, чуєш? Ну, платять нормально і роботи небагато» «Да чорт з ними» «Галя, а тепер о главном» «Ти сидиш» «Сядь» «Галя, ти знаєш, скільки стоїть в Італій комуналка»?» «Ноль» «Галя, я ще ні разу ні за що не платила» «Ні страна, а рай на землі, Галя» «Алло» «Галя, ти чуєш мене? Галя, ти чуєш? Галя» «Ну, ваше ауце, зв'язь» «Вивоню, Тотокутуню і Мир Чолуческу» «Чи тут живуть Тотокутуню і Мир Чолуческу»?» «Галя, Марінино! Житомир, Житомир! Оооооо!» «Подружка» «Я тобі все привезла, все що ти просила. Ось твоя улюблена, мій віна» Ты что, сдурила, я ее не им. Это я им доказывала. Бонжур. А где я буду спать? На чёме диване? Ображаешь, подруга, в спальне. Так, с сегодняшнего дня спите с дедушкой. Ему всё равно недовго осталось. А цей симпатюля, он тоже в спальне? Нет, ламора. Афинтерико вещонтарада, Житомир. Боже, как он разговаривает с этой итальянской. Меня аж прямо заводит всю. Это все, что ты? Здравствуйте, девушка. Это вас тут регистрируют за час? Да, конечно. С кем вы хотите расписаться? Ну как с кем? С мужчиной. С каким мужчиной? Ну раньше хотелось бы с богатым и красивым. Потом просто с мужчиной. А сейчас просто расписаться. Это что? Паспорта? Расписывайте. Женщина, ну, хотелось бы увидеть самого жениха. Ай, там не на что смотреть. Женщина, ну, мужчина обязан присутствовать. Ну, оно вам надо. Слушайте эти крихи, визги, помогите, спасите. Люди, да? Зачем? Простите, а почему вы уверены, что он будет вести себя именно так? Да я знаю, я же не первый раз мужикам в ЗАГС привожу. Ай, женщина, ну, по закону мужчина должен присутствовать. Ну, это обязательно должен быть хозяин паспорта. Это должен быть ваш мужчина. Просто присутствовать? Да. Сейчас. Сейчас. Добрый вечер. Здравствуйте. Распишите нас, пожалуйста. Шпили, Вилли, на пять вы. Слушай, сколько раз я тебе говорил, моя фамилия Пилишвили. Ну, какой же вы Пилишвили, если вы за неделю седьмой раз приходите? Хорошо, что она глухая, да? Понимаете, просто они все говорят, как одна, до свадьбы ни-ни. Вот, пожалуйста, расписывайте. Ну, у вас уже в паспорте чистых страниц нет. Эй, слушай, обложка почти чистая. Давай на обложку. В этот прекрасный день. Два голубка связали свои узы. Если можно побыстрее, очень хочется. В этот прекрасный день два голубка связали... Вот еще быстрее, пожалуйста. Вы согласны? Да. Вы? Все? Спасибо. А на завтра запишите шесть церемоний. А если повезет, то семь. Ва, любимая, пойдем. Ай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Это что? Ну, вы сказали, мужчина должен присутствовать. Вот, мужчина и присутствует. АПЛОДИСМЕНТЫ А почему он в тележке? Ну, потому что свою судьбу я нашла в супермаркете между Бакалеей и Молочкой. И после того, что со мной сделал этот охранник, он просто обязан на мне жениться. Простите, а что он мог сделать с вами? Ну, он назвал это обыском. А потом зашло все слишком далеко. А почему он без сознания? А к нему прилетела стрела Амура. Я прям вижу, какая тяжелая стрела у Амура. АПЛОДИСМЕНТЫ Я надеюсь, он хоть живой? Я тоже на это надеюсь. У меня ж первая брачная ночь. Девушка, давайте, регистрируйте. Это мой последний шанс. Посмотрите на него. Он выглядит, как последний шанс. Как его зовут? Зовут? Зовут Евгений. Хорошо. В этот прекрасный день два голубка связали свои узы. Короче. Согласны ли вы, Марина, взять в мужья Евгения? А вы это сих пор не поняли? Да. Согласны ли вы, Евгений, взять в жены Марину? Женщина, это должен он сказать. Он? Да. Согласны ли вы, Евгений, взять в мужья Евгений? Женщина, это он должен сказать своим голосом. Вы на ходу правила придумываете? Это по закону так надо. Ах, по закону. Ах, по закону. Жить хочешь? Да. Вот. Тот день, когда лодка по имени Евгений столкнулся с айсбергом по имени Марина. Еще короче. Женщина, ну это стандартная церемония. Я поняла, сокращу. Кто первый станет нарушник, тот и будет главой в семье. Ну давай, хозяин. Фамилию менять будете? Сейчас посмотрим. О, ну бог и фамилию дал. Морозов. Фу! Меняем на мою. Евгений Сисюлькин? Да. Я за фальбуляром. А пока суть до дела. Первый танец молодых. Что за мной? Где я? Скоро будешь у меня дома. Ага. Женщина, опять вы? Что со мной? Последнее, что я помню, как я обыскивал вас в магазине. Я тоже это надолго запомнил. Где я? Мы с тобой в ЗАГСе. Мы с тобой расписываемся. Начинается новая счастливая жизнь у тебя. Что? Что? В супермаркете, когда ты меня обыскивал, я почувствовала, как тебя распирает от чувств. Это рация. Ну не зли меня, малыш. Уже я видела, как ты пялился на мою грудь. Я думал, вы дыни украли. Ну за комплимент, конечно, спасибо. А вот вечером выберешь, какая тебе больше нравится. Или медовая, или колхозница. Женщина, почему вы выбрали именно меня? Ну потому что ты самый смелый. Когда запикала эта хрень, все охранники развернулись, а один ты не побоялся и смело шагнул мне навстречу. Да я первый день на работе. Захотелось выслужиться. А где мои наручники? Вот. Ночью будет сюрприз. Какой ночью? Я на работу. Сиди, я тебе сказала. Женщина, отпустите меня, пожалуйста. Зачем я вам такой нужен? Вон сколько красивых, здоровых мужиков. Э, нет. Лучше стениться в руке, чем журавль в небе. А в моем случае подойдет и дятел в тележке. Ну я нестабилен. Я буду вам изменять. Это последнее, что ты задумаешь сделать. А, ну поймите, насильно мил не будешь. Бил? Бью, значит, люблю. И любить буду. Ну пожалуйста, на свадьбе, на свадьбе должны быть свидетели. А их нет. Их нет. Ты еще пять минут повыпендриваешься, и тебе понадобятся понятые. Понял? Что, голубки, воркуете, да? Ну что, договорились? Да. Нет. Не договорились. Я отказываюсь выходить замуж за эту женщину. Правильно говорить, жениться. Я знаю, как правильно говорить. И я отвечаю, нет, я не согласен. Девочка, скажите, а вы справки о смерти тоже выдаёте? Ах так? В таком случае я буду вынужден применить оружие. Ты думаешь, я испугалась твоей вот этой щекоталки? Вы сами напросили. Ну давай. Это мощная штука. Давай. Ну все. Боже, какой дурачок. Я аж хотел официально, красиво, по закону. Господи, вы представляете? Ой. Ну ничего. Придётся жить во грехе. Сегодня нам бы очень хотелось, чтобы она стояла с нами на этой сцене, но есть вещи, которые выше наших сил. И мы просто можем надеяться и верить в то, что сейчас она не конкретно здесь, а пролетает где-то над нами и всё это видит. Маринка, это для тебя. АПЛОДИСМЕНТЫ Видишь, Маринка, прошёл дождь и слёз, Солнце улыбок сияет над нами. Ты, наблюдая за нами со звёзд, Шутку, как раньше, зовёшь дураками. Ты нам сказала шутить, выступать, И твой наказ, мама, мы выполняем. Ты не забудь нам рукой помахать, Пролетая над нами. Пролетая над нами. Горе утраты стирают года, Но всё, что было, забыть невозможно. Думали вместе, мы будем всегда, Ночью разделила нас мглой придорожной. Хочется только тебе рассказать, Всё, что случилось за два года с нами. Что бы ты слышала, будем кричать На разрыв голосами. Без тебя мы объехали весь свет, Без тебя отвечаем мы пять лет, Без тебя о тебе сейчас поём. Это то, что нельзя передать словами. Мы с тобой в наших мыслях и мечтах, Мы с тобой на концертах в городах. Для тебя все букеты алых роз, Каждый первый наш тон, Ты всегда будешь с нами. Ты всегда будешь с нами. Время бежит, год за годом идёт, Мы километры на счётчик мотаем, Что б не случилось, мы знаем одно. Там наверху ты нас всех прикрываешь, Ветер потерь, расставаний и слёз, Сменят дождей, тёплых воспоминаний. Ты просьбу Богу от нас передай, Береги Мариану! Ты прости, если было что-то не так, Ты прости, что одна там в небесах, Ты прости за нелепые слова, И за то, что пойдём мы дальше сами. Я горжусь, что играли мы с тобой, Я горжусь нашей общей судьбой, Я горжусь, что прошли мы путь такой, И чтоб были с тобой мы не просто друзьями. Знаешь, когда-то пройдёт много лет, И среди звёзд и красивых планет, Мы станем звёздами на небе сами. На земь, сорвавшись с большой высоты, Будем людей исполнять мы мечты, И, конечно, ты с нами. Вот и всё, что успели рассказать, Как всегда тебя будет не хватать, И спасибо ещё раз за любовь, Это то, что нельзя описать словами. Будем жить и смешить людей всегда, Полетим снова в страны города, Мы тебе всё расскажем и не раз. Ты нам дай, только сталь, Пролетая над нами, Ты всегда будешь с нами. Друзья, я уверен, Если бы она была сейчас на этой сцене, Она бы хотела, чтобы этот концерт Закончился очень весело. Поэтому, друзья, Давайте вместе с вами Поаплодируем нашим артистам, Которые сегодня были на этой сцене. Наш балет «Ва-банк» Дмитрий Танкович Маруся Крыстюк Евгений Кошенко Александр Бережон Виктория Булитко Евгений Смарыгин Яна Глушенко Сергей Писаренко Евгений Никишин И Егор Крутоголов И в каждом концерте И в сердце каждого из нас Марина Поплавская Спасибо, друзья! Спасибо! Спасибо за эти пять лет! Спасибо, что вы с нами! Спасибо, Кирилл! ДИЗЕЙ ШОУ ДИЗЕЙ ШОУ ДИЗЕЙ ШОУ ДИЗЕЙ ШОУ